Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Недавно в мире кораблей были анонсированы вот такие изменения концепции подводных лодок, которые планируются уже в выходящем примерно через месяц патче для особой подлодки Balao Test. Если изменения зайдут, то их будут каким-то образом распространять и на все остальные подводные лодки. Конечно, не забываем, что это пока только тест и в теории все еще может измениться. Вот только создается впечатление, что все происходящее связано с изменениями в одной совершенно другой игре, где тоже, по странному совпадению, аккурат с патча 13.2 начинают внедрять меры по борьбе с пикировками подводных лодок, с так называемыми шотганами. Только там урон торпед на дистанции меньше трех километров уменьшают в десять раз. Плюс предусмотрен целый комплекс других мер. У нас же пока хотят дальность взведения всех торпед подводных лодок увеличить до четырех километров. Объясняют в мире кораблей это так. Сейчас мы хотим проверить один из вариантов борьбы с так называемым шотганом, когда подлодка всплывает около корабля и выпускает большое количество торпед в упор, практически гарантированно нанося существенный урон. Такой способ атаки, хоть и позволяет быстро нанести существенные повреждения, очень опасен для подводной лодки, и она зачастую сама получает значительный урон. Тем не менее, это всегда очень негативный опыт для атакуемого подводной лодкой корабля. Поэтому мы хотим найти способ сделать шотган еще менее привлекательным и более сложным в реализации для подлодок, чтобы он реже встречался в боях. Для этого дистанция взведения торпед Балао Тест увеличена до четырех километров. Таким образом, у атакуемых кораблей всегда будет значительно больше времени на реагирование и уклонение от атаки. Конец цитаты. И прочитав это, некоторые игроки мира кораблей начали строчить радостные посты о том, что подлодки, мол, наконец-то нерфят. Как обычно, не привык у нас народ читать материал до конца. Особенно то, что под спойлером. Давайте попробуем разобраться в том, что же происходит на самом деле и чем все это грозит обычным игрокам и подводникам. Во-первых, возможность пикировки у подлодок действительно отбирают. Фактически полностью. При этом изменения убирают не только шотган, а любую возможность для подводной лодки нанести хоть какой-то урон цели на дистанции 4-5 километров. Кроме как тараном. А если цель движется на подлодку, то радиус полного бессилья ее возрастает еще больше. А ведь многие подводные лодки у нас медленные. И получается, что если, например, подлодка подходит к цели на 5 километров, а она движется на нее, все, лодка уже и не убежит, и атаковать не сможет. Потому что реальная дальность взведения торпед, по идущей на лодку цели, будет не 4 километра, а около 5. То есть с такими изменениями подлодкам будет сильно опасно подходить к целям ближе 5-6 километров, а к быстрым таки ближе 7-8, так как любой засвет и уйти будет уже невозможно. Подлодка на дистанции около 5 километров становится абсолютно уязвимой и ничего не может сделать, кроме тарана. То есть получается, что подводные лодки попросту вытесняют с ближних дистанций боя. С возможностей светить, помогать на точках, хоть как-то противостоять эсминцам и вообще оказывать активное влияние на бой. Взамен оставляя только одну роль – дистанционного закликивателя торпедами и импульсами с дистанцией. Подводникам, конечно, такие изменения поначалу могут не понравиться. А игроки на прочих классах могут начать радоваться, что вот, мол, ну и хорошо, значит подлодки все-таки нерфят и они их теперь будут меньше бесить. Однако последние сильно заблуждаются. Ведь разработчики не хотят, чтобы и без того мизерный средний урон подводных лодок скатился почти в ноль. Поэтому в новых ТТХ заложена компенсация подводным лодкам за убирание атак на коротких дистанциях. То есть подлодка сможет более эффективно играть от акустики с дистанции, то есть еще больше раздражать тех, кто радуется таким изменениям. Достаточно почитать ТТХ лодки Балао Тест. Там уже есть компенсация за отбирание шотгана. И бесить такая лодка будет гораздо больше теперешней Балао. Интересно, игроки хоть представляют себе, что такое Балао с расходником на ускорение перезарядки торпед, которые выдают новые Балао? А еще подлодкам улучшают маневренность, чтобы им было проще уходить от летящих в них бомб. Так что торпед и импульсов в игроков других классов теперь лететь будет еще больше. А попасть в подводную лодку бомбой станет сложнее. И лично я при игре на крейсерах и линкорах не хочу встретиться с такой штучкой. Уж лучше старые Балао, 90% которых сами утопнут при попытке пикировки еще на подходе. А новые подлодки пикировать даже не будут пытаться. Зато торпед у них станет больше, и будут они их кидать и кидать с дистанции и импульсы без остановки. И либо вертись, как уш на сковородке, забив на нормальную игру, либо жри торпеды пачками. Еще и попасть в подводную лодку станет бомбой сложнее. Как говорится, спасибо не надо. Кстати, меня подлодки шотганом топили крайне редко. И если лодка могла это сделать, это было достойно. Бесят же не столько шотганы, сколько постоянный спам акустики, когда подлодка села тебе на хвост. Как сказал кто-то на форуме, лучше получить шотган раз в 10-20 боев, чем постоянный импульс, мешающий играть, заставляющий менять направление и маневрировать. Так что в целом, на мой взгляд, от таких изменений, менее токсичными, подлодки явно не станут. Скорее наоборот. Поэтому, если подводные лодки вам мешают играть, то остается только один выход – учиться уклоняться от торпед, которых с такими изменениями станет еще больше. Можно годами учиться самому, а можно использовать опыт, выработанный за годы игры опытными игроками и знания, о которых не подозревает большинство игроков в игре. Чему посвящено архиважное видео, недавно вышедшее на бусте. Ну а свое мнение насчет всех этих изменений я еще отправил разработчикам. Целую простыню написал им и вчера, и сегодня. И еще на форуме тоже много писал. Как говорится, что мог, то сделал. Пока все это лишь концепция, и есть реальные шансы как-то повлиять на то, чтобы она так и осталась только концепцией. Если согласны, можете поддержать. Если уж править подлодки, то так, чтобы они становились реально менее токсичными, а не более. Буду внимательно наблюдать за этой ситуацией и оперативно вас информировать. Будем вместе учиться выживать в новых условиях против подлодок, а также тащить на подлодках. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok